Девочка-пай Здравствуйте! Вас приветствует коллектив программы «Печорский калейдоскоп». Смотрите сегодня в выпуске. Тяжелые пациенты с левого берега. Теперь в Печорскую ЦРБ их будут доставлять на новом транспорте. Как зимовать будем? Руководители управляющей компании на планерке с первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики. У Печорской Центральной Библиотеки юбилей. 75 лет. Река мельчает? Водной артерии не хватает воды? Мы спросили у печорцев. Золото халифата в местном лесу. Страйкболисты открыли сезон. Метка. Почему в парке геологов на некоторых деревьях нарисованы крестики? У Печорской ЦРБ появился новый вид транспорта. По поручению главы республики Коми Владимира Уйба, для Центральной районной больницы города Печоры приобретено судно на воздушной подушке. Теперь транспортировка пациентов из населенных пунктов левого берега Печорского района будет обеспечена круглогодично. Кайман-10 приобретен в рамках социального партнерства с Газпромом. На этой неделе судно на воздушной подушке передано в распоряжение Печорской ЦРБ. Для меня единственным критерием является качественное оказание медицинской помощи. Поэтому, если у нас существует такая водная преграда, как в виде реки, мы должны бесперебойно доставлять пациентов. Это судно позволяет 365 дней в году доставлять пациентов с левого берега и делать это максимально быстро во временные рамки, чтобы уложиться. Оно будет оснащено всем необходимым переносным медицинским оборудованием для оказания медицинской помощи. Судно рассчитано на перевозку 10 пассажиров. Общий вес смещаемого груза до 1 тонны. Напомним, ранее в Печорском районе существовала проблема с транспортировкой пациентов с левого берега в центральную районную больницу. Теперь Кайман поможет оперативно доставлять пациентов к месту оказания медицинской помощи, в том числе и в период распутицы. Вы смотрите Печорский каленостоп! Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми Андрей Якимов и председатель совета директоров АО Коми тепловой компании Павел Назаров посетили муниципальный район Печора. Основная цель визита – анализ прохождения отопительного сезона этой зимой, а также подготовка к следующему отопительному сезону. В ходе рабочего визита состоялась рабочая встреча с главой муниципального района, руководителем администрации, руководством ТЭК Печора и МУП «Горводоканал». Состоялось совещание с участием руководителей управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций. На нем обсудили вопросы, связанные с подготовкой объектов жилищно-коммунальных, газовых и энергетических комплексов. То, что вы закладываете в капитальный ремонт ветких теплосетей, это, конечно, пересмотреть вам придется. Минимум 10% на это дело надо класть, потому что вы специалисты в большей степени, я понимаю, что нет денег, я понимаю, что проблем выше крыши, но ветхость теплосетей очень-очень сильно настораживает. При всем при том, что если взять в Уктыл, где тоже теплосетями большие проблемы, там все-таки в теплогенерации основные проблемы. То здесь с теплогенерацией при всех проблемах, мы объездили всей тепловой компанией активы и активы ТЭП-Печоры, здесь более-менее обстановка все-таки тяжелая, но нормальная. Минимум с Андреем Александровичем вдвоем мы будем, наверное, до двух раз в месяц или даже по три раз в месяц. Действительно, по Печоре картина не такая разручающая, как по другим муниципальным образованиям, но, тем не менее, подготовка к УЗП-21-22, у нас три ножа с учетом той обстановки, которая вам известна. То есть, хочу сказать, что сегодня все муниципалитеты находятся под контролем лично главы республики, потому что у него в кабинете установлена система инцидент-менеджмента, и на огромном экране теперь он в режиме онлайн видит все, все поступающие жалобы, всю обстановку в республике. Особое внимание уделили вопросу взаимодействия аварийно-диспетчерских служб, ресурсоснабжающих организаций с управляющими компаниями. После совещания Андрей Якимов и Павел Назаров проконтролировали ход подготовки к предстоящему отопительному сезону, посетив объекты теплоснабжения, расположенные как в черте города, так и в поселениях, где представили информацию о плановых мероприятиях по подготовке к зиме. Особое внимание уделили вопросу газификации котельной поселка Набережной. В рамках рабочего визита был проинспектирован ход выполнения на территории муниципалитета федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья и осмотрены расселенные дома, которые подлежат сносу. Андрей Якимов и Павел Назаров посетили парк Дубинина, парк Победы, где в рамках программы формирования комфортной городской среды ранее были выполнены работы по благоустройству. Побывали на территории парка геологов, где летом предстоит выполнить работы по благоустройству. Напомним, что данный объект вынесен на голосование на 2022 год. Вы смотрите печенский календарскоп! Парк геологов. Каким он будет? Об этом говорили на Совете общественности. Кроме общественников, на заседании присутствовали глава муниципалитета, заместитель руководителя администрации Татьяна Дичук и специалисты структурных подразделений администрации. Рассматривался вопрос предстоящего благоустройства парка геологов. В частности, члены совещательного образования поинтересовались, почему на территории сквера часть деревьев обозначены метками, крестиками. Эти деревья предполагаются под вырубку или под лечение, под покраску, ну, вариантов масса. И возмущение населения вызывает именно то, что эти деревья могут быть вырублены. Количество этих деревьев предполагаемо может нанести ущерб окружающей среде и экологии. Разработчики с учетом всех рекомендаций выполнили проект. Были запроектированы пешеходные дорожки по существующим направлениям и протоптанным дорожкам. Спортивная площадка, детская площадка, площадка для выгула собак, также велодорожка. Все площадки были запроектированы на территориях, где по меньшей степени растут деревья, во избежание большого количества вырубки деревьев. Также проектом была предусмотрена вырубка опасных сухих деревьев и кустарников. Дополнительно вырубаются деревья, расположенные на местах запроектированных дорожек, с учетом расширения. Так как ширина дорожки где-то 2 метра, где-то 3 метра, плюс велодорожка 3 метра, получается 6 метров ширина. То есть такого расстояния между деревьев нигде нет, приходится эти участки удалять. Те деревья, которые являются деловой древесиной, будут направлены на переработку для нужд того же города. То есть у нас есть муниципальное предприятие, которому нужно будет это. А то, что не ликвид, значит и оно будет уничтожено. Мы вот сейчас вынесли этот вопрос на общественный совет. Мы же делаем парк, мы делаем не леса. У нас есть категория городских леса, к ним предъявляются совершенно иные требования. Мы делаем парк. И для парковых зон такое огромное количество деревьев и так часто посаженных нет в этом необходимости. Потому что парк это все-таки место, где будут гулять люди, дети, реализовываться все остальные социальные функции. Мы же там не будем грибы собирать или по крайней мере не планируем это делать. Глава муниципалитета также напомнил, что на тот момент, когда территория начнет наполняться малыми архитектурными формами, вновь будет собран общественный совет для совместного определения тех конструкций, которые здесь появятся. Члены общественного совета согласились с доводами и проголосовали за поддержку данного проекта. Вторая немаловажная тема, которую подняли на заседание, стало строительство участковой больницы в поселке Каджиром и Фапа в поселке Озерный в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации. Участок площадью 15 тысяч квадратных метров сформирован и поставлен на кадастровый учет. В ближайшее время планируется разработка проектно-сметной документации. Вы смотрите Печорский календоскоп. Великая Северная река уже не такая великая? Насколько сильно обмелела местная водная артерия? Мы спросили у печорцев. Ну, так-то да. Видите, остров сместился в эту сторону. Тенденция идет на ухудшение ситуации? Да ни в чем она ухудшается. Не знаю. Ну, милеет река, соответственно, усложняется сообщение с правым берегом. Ну да. Ну это вот у ребят надо спросить, как она. Рыбы меньше стало в реке? Не сказал бы. А по поводу углубления реки, как вы замечали, ведутся какие-то работы? Не знаю даже. Я здесь 50 с лишним лет живу. Такого не было. Большие пароходы ходили. Олег Кашевой. Ульяна Громова. Реку надо углублять? Чистить реку надо. Мы мучаемся. Вот в больницу поехали, болеем. Еле-еле поехали. Чуть не упало сейчас. А если инсульт или что, как? Надо что-то делать. Что-то, чтобы придумали или что-то. Когда уже обещали мост автомобильный? До сих пор делать. Деньги были выделены. До сих пор делать. Скажите, за последние годы река сильно обмелела? Ну, как бы да, мелеет. А какие-то работы проводятся? Ну, копают вот тут вот. Есть ли от этого результат? Ну, я не знаю. Я бы не сказала, что большой результат. Сейчас флота меньше, меньше вот это вот, мазуты там. Лес плавляли раньше. Ну, вот зарастает, пески заросли. Как думаете, чем можно помочь? Ой, даже не знает, наверное, природа сама так решила. Меня это русло то здесь, то там. За последние годы река сильно обмелела? Да, очень. Вы жители в обережье? С какими проблемами вы сталкиваетесь? С переездом через речку. Какие-то работы по углублению реки ведутся? Ну, в том году копали. Это дало свои результаты? Ну, я не знаю. Раньше река намного глубже была? Да. Машины, катера ходили, теплоход ходил раньше еще. А давно уже вот настолько обмелелось, что крупные суда не ходят? Я даже не знаю, не замечала уже, давно не видно этих больших судов. На последнее время река сильно обмелела? Ой, сильно. Сильно-сильно. Вы давно уже проживаете здесь? Давно. С 73-го года. И какая тенденция идет? На ухудшение или все-таки что-то? Конечно, на ухудшение. Все на ухудшение. Особенно эта водная артерия, все. Вы помните времена, когда по Печоре ходили большие суда? Конечно, помню. Как давно этого уже не наблюдается? Ну, как давно. В 74-м году напрямую ходили еще у нас в затон теплоходы и все. А вот с тех пор коса затянула уже до сколь. Дело-то не в косе, а дело в том, что река обмелела уже, все. Несудоходная. Какие-то работы по ее углублению ведутся? Пока нет. Это слишком огромные деньги сейчас нужны. Запустили уже за много лет. Вы смотрите Печорский калейдоскоп. Какая сумма стоит в квитанциях за электроэнергию в графе общедомовые нужды? Некоторые жильцы вынуждены платить в несколько раз больше, чем за личные нужды. Почему? Сколько может стоить каждый месяц электроэнергия, которую потребляет, к примеру, лампочка в подъезде? Больше тысячи рублей. То есть жильцы одного дома из 12 квартир вместе платят каждый месяц в общей сложности 15 тысяч рублей. В Печорскую межрайонную прокуратуру поступило обращение депутата Совета муниципального района Печора Гончарова в интересах жителей поселка Кожева и из ЕЮ по вопросам завышенной платы за электроэнергию на общедомовые нужды. Прокуратуре дано поручение в Государственную жилищную инспекцию проведения указанной проверки. В настоящее время ситуация, насколько известна прокуратуре, в данных поселках сложилась следующим образом. В некоторых домах не выбран способ управления управляющей организацией или не создано товарищество собственников жилья. В результате чего, в связи с внесенными изменениями в 354 правило предоставления коммунальных услуг с 1 июля 2020 года, начисление платы за электроэнергию на общедомовые нужды и другие виды коммунальных услуг, кроме теплоснабжения, начисляется, исходя из фактических показаний приборов учета, пропорционально занимаемой площади. Что делать тем жителям, кто выбрал способ управления? Но в квитанциях все равно стоят огромные суммы. В данном случае иногда можно вести речь о каком-то безучетном потреблении, скорее всего. Если очень высокие счета, значит кто-то потребляет электроэнергию, а платит меньше или вообще не платит. Жилищная инспекция проведет указанную проверку и даст свое заключение. В данном случае, если будут не согласны граждане с ответом государственной жилищной инспекции, тогда мы проведем проверку, как жилищная инспекция провела указанную проверку и дадим оценку действиям жилищной инспекции. К слову, люди обращались в ПЭС с просьбой проверить приборы учета на точность показаний. Пришел ответ. Проверка проведена, приборы исправны, несанкционированных подключений не обнаружено. Сами ищите утечки внутри дома. То есть кто-то жжет электроэнергию на немыслимые суммы, а оплачивают все, кто живет в доме. Я считаю, что потребители, оплачивая то, за что они в принципе не потребляют, не должны оплачивать это. Потому что, во-первых, это имеет остросоциальные последствия. Люди возмущены. И я их понимаю, когда человек тысячу рублей платит либо какому-то дяде или тете в коме-энергосбытовую, либо он понимает, что он просто будет выживать на эти деньги. И поэтому будем идти до конца и делать все, что можем, для того, чтобы в этом вопросе был наведен как минимум порядок, и у людей хотя бы понимание возникло, за что мы в сущности платим, когда у них в подъезде одна лампочка, а люди платят по тысяче рублей. Вы смотрите Печорский калейдоскоп. А мы продолжаем выпуск. Центральная библиотека на этой неделе отметила 75-летний юбилей. На торжественном мероприятии, посвященном этому событию, собрались сотрудники муниципальных библиотек, представители учреждений культуры, ветераны Печорской ЦБС и, конечно, читатели. Во все времена библиотеки были хладием знаний, и люди, которые в них работали, бережно накапливали и хранили эти знания в них, проносили их сквозь века. И всегда это было некое сакральное место знаний, науки, тех сведений, которые мы накопили о жизни. Очень часто утрата библиотечного фонда воспринималась как невосполнимая и являлась трагедией для того или иного народа или того или иной территории. Я хотел бы отметить огромный вклад коллектива Печорской библиотеки, которые внесли огромный вклад в то, что сейчас наша библиотека соответствует всем современным стандартам, всем требованиям, и именно поэтому она до сих пор востребована у населения. Люди сюда идут, библиотечная система наша трансформируется, подстраивается под современные реалии и остается такой же востребованной. Глава муниципалитета вручил почетную грамоту муниципального района Печора за многолетний добросовестный труд Валентине Ивашенко, заведующей хозяйством библиотеки. Благодарности главу муниципалитета за вклад в развитие библиотечного отдела и в связи с юбилеем 75-летием со дня образования Центральной библиотеки были вручены Дмитрию Гречухе, заместителю директора по автоматизации и информатизации, Елене Белозер, заведующей сектором каталогизации и комплектования, Антонии Катаевой, библиотекарю сектора каталогизации и комплектования, и Татьяне Жаровой, ведущему специалисту по кадрам. Смысл и назначение нашей профессии – ввести свет мудрости, добра и просвещения, будить спящие умы, учить и учиться, осваивать новые знания и новые технологии. Меняется мир, меняется жизнь, меняется наша профессия. И нам сегодня открыты все горизонты. С одной стороны мир книг, а с другой – электронная и виртуальная реальность. В этом и состоит ключевая формула успеха – никогда не останавливаться на достигнутом, стремительно выходить из зоны комфорта, уверенно мчаться к новым горизонтам. Каждый день рождения принято оглядываться назад. Идущие праздника напомнили о том, что каждый год в учреждении проводится популярная акция «Библия ночь». С 2018 года в Центральной библиотеке работает детский абонемент «Золотой ключик». Реализуются проекты «Я к микрофону встал» и «100 книг о Печоре». И представили презентацию, как библиотеки Печоры будут работать уже в ближайшее время. Вы смотрите Печорский калейдоскоп. Пневматика, пули, национальная одежда, золотые слитки, военные и мирные жители. Печорские страйкболисты открыли сезон. Игра, посвященная открытию сезона, как правило, одна из самых ожидаемых и массовых. В Печору съезжаются представители из разных городов и регионов. Лабытнанги, Салихарт, Воркута, Инта, Усинск, Ухта, Сосногорск. Представители команд из этих городов с радостью откликнулись на приглашение. Всего в игре задействовано около 70 человек. Плюс еще волонтеры. У Печора у нас, без лишней скромности могу сказать, славится тем, что у нас гостеприимство. То есть мы заранее помогаем людям, снимаем квартиры, жилье, встречаем их с поездов, привозим, стараемся обеспечить им приятный комфорт быт. И безусловно, после игры фестиваль мы вместе собираемся у костра, то есть как бы организовываем кухню, еду, отвозим. Но самое главное, это, конечно, общение, радушие. Когда выпадает такая возможность, пытаемся собрать команду побольше и приехать максимальным составом. Печорцы организуют хорошие игры, качественные, интересные, поэтому сюда всегда интересно и приятно приезжать. Почему и приезжаем каждый год? Потому что нравится. Хорошо ребята встречают, провожают. Сами игры организованы очень интересно. Сюжеты, ролевая составляющая. К ребятам в Печору, то есть я еще не пропустил ни одной игры, стараюсь бывать два-три раза в год в Печоре, на всех масштабных играх. И бывает еще приезжаю так вот, на воскрески, на входные дни, то есть могу один собраться и поехать к ребятам. Приятное времяпрепровождение, во-первых, то есть очень много друзей появилось за семь лет, как бы познакомился с ребятами со всей республики. Не общаемся, получается, не только на играх, а уже и как в повседневной жизни общаемся с ребятами. Для полного погружения в сюжет каждая сторона одета в подобающие костюмы. Помимо военной территории есть и мирный уголок – базар. Девушки в национальных костюмах, восточная кухня, плов, пахлава, национальная музыка. На игре присутствует полный антураж. Тематическая игра называется «Золото халифата». По сценарию, который разработали наши организаторы, в одной из восточных стран халиф нашел шахту, где было спрятано золото. И, естественно, об этом узнали силы ООН Запада, которые, допустим, в данном случае мы представляем. Естественно, они этим очень сильно озаботились, потому что золото не в тех руках может привести к нарушению прав и свобод человека. И они выслали свой контингент для того, чтобы это золото было под рессмотром и использовалось на благие цели. Также об этом узнали и российские власти. И был выслан контингент российских войск для того, чтобы забрать золото и препятствовать распространению терроризма в регионе. Ну и также не позволить силам НАТО овладеть таким значительным запасом. Соответственно, силы халифата это золото охраняют. Кроме того, здесь есть, как и везде, частная военная компания, которая за деньги готова кому угодно, скажем так, помогать и воевать. Вся атрибутика для игр либо покупается, либо готовится своими руками. Организаторы проводят огромную подготовительную работу. Территорию готовят заранее. Укрепляют базы, ставят шатры, по мере возможности огораживают. Пишутся сценарии, устанавливаются правила, распределяются участники и волонтеры. Участники, в свою очередь, имеют возможность проявить себя, свои бойцовские и командные навыки. Страйкбол, слоган у этой игры, страйкбол – игра друзей. И прежде всего, то есть сама идеология игры, идея игры, что здесь собираются друзья. То есть люди приходят для того, чтобы проявить какие-то свои потребности в творчестве. Страйкбол – не игра одного дня. Печорские спортсмены собираются не только в лесу, чтобы пострелять. Вне игрового процесса они не изолируются друг от друга и жизни города. Кроме того, наше сообщество активно участвует и в мероприятиях городских, различных культурных, культурно-массовых. Мы устраиваем выставки в школах на 23 февраля, на 9 мая. Ну то есть, это очень широкое поле для того, чтобы проявить себя. А это были все новости на сегодня. Не забывайте, телефон нашей редакции – 3-50-24. Узнали новость? Звоните. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова